Господин Обама является хромой уткой, как это часто говорят. И Конгресс, который готовится уже к предстоящим выборам, должен показывать силу республиканцев. Сила республиканцев всегда была во внешней политике. Именно поэтому Маккейн возглавил известный нам комитет, и именно поэтому Америка пообещала нам военную помощь. Мы сейчас наблюдаем практически эталонную картину, которую видела Грузия в 2008 году, когда Саркази приезжал в Грузию, и Саакашвили предлагал вариант, как нужно срочно помириться с Россией. И тогда Саркази просто ультимативно говорил, что это единственный вариант, иначе русские танки будут в Тбилиси. Однако американцы подняли авиацию, американцы четко сказали, что сейчас они начинают помогать, и русские отказались от своих идей. В данный момент мы видим что-то подобное. В этот раз то же самое может быть? Я думаю, что более чем. Сейчас Европа заняла рефлексирующую позицию. Они рефлексируют чисто потому, что не успевают. Америка показала, что оружие мы получим. Америка сказала, да, надо разговаривать. Но в случае, если Россия и дальше будет вести себя, как идет сейчас, то мы не позволим ей перекраивать карту Европы, а также оставить Украину в покое. Украину надо оставить в покое. Именно американская поддержка на сегодняшний день заставила европейских лидеров, знаете, очень правильная фраза, евросоциалиста и еврокомсомолку приехать в Киев. И именно поэтому... Бывшую еврокомсомолку. Ну, еврокомсомолки не бывают бывшие. Ангела Меркель это как раз пример того, как бывшие комсомольцы становятся новыми адептами совсем другой религии. Евгений, ну вы видите, что сейчас именно такая ситуация развивается. И фактически Москва хотела навязать Украине свою точку зрения. Однако совершенно случайно Керри приехал раньше, случайно в кавычках. После этого история пошла совершенно по-другому. Ни Меркель, ни Оланд не планировали потом полет в Москву. Час они полетели, о чем-то был разговор. Мы увидим, что будет дальше. Но то, что Америка окажет Украине всевозможную военную помощь, этот сигнал мы получили более чем привыкли. Так может быть европейцы поэтому и засуетились? Как раз Америка далеко, да? Америка недалеко, просто Европа оказалась на обочине переговорного процесса. Они уже не участники переговорного. А если кто, Европе расхлебывать? Правильно, поэтому они решили вмешаться. Может быть поэтому, может нет. Однако то, что российские планы будут сейчас сорваны, это более чем очевидно.